вопрос 404 книга открытым оком тема святая библия что такое родиться свыше иоанна 3 глава отвечает игнатий техноч лапки значит получить новое рождение во христе от духа святого необходимо получить свидетельство божия духа божия что признаешь себя окончательно бесповоротно навеки погибшим грешником место которым даже там же где и дьявол осознав это человек уже не может надеяться на какие-то вспомогательные меры как обычно советуют ходить церковь причащаться исповедиться поститься это все мертвым при парке человек мертв он мертв бесповоротно и навечно лука 15 глава 32 стих брат твой сей был мертв я жил пропадал и нашелся ефесян 2 глава 1 по 9 стих и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим в которых вы некогда жили по обычаю мира сего по воле князя господящего воздухе духа действующего ныне в сынах противления между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям исполнение желания плоти и помыслов и были при природе чадами гнеда гнева как и прочие бог богат и милостью по своей великой любви который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворил со христом благодатью вы спасены и воскресил с ним и посадил нас небесах во христе иисусе дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей было в благости к нам во христе иисусе ибо благодатью вы спасены через веру и хей не от вас божий дар не отдел чтобы никто не хвалился поверив эту божественную истину выйдя из-под обмана лжепастырей говорящих иначе прося у бога веру в то что спасение так даром никому не дается что за каждый грех у бога плата одна смерть вечного отвержения от создателя римлян 6 23 ибо возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечная во христе иисусе господи наш и третья ступень рождение свыше с верой слушая читая библию поверь что иисус христос умер именно за тебя что это твой спаситель а не только спаситель всего мира и уанна 3 6 16 6 рожденный от плоти есть плоть а рожденный от духа есть дух не удивляйся тому что я сказал тебе должно вам родиться свыше ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующего не погиб но имел жизнь вечную верующий в сына имеет жизнь вечную они верующие в сына не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем все это есть дар божий дело благодать его уверовав во христа необходимо очиститься от грехов по святом крещении стоекратным полным погружением с обещанием богу служить ему чистой совестью до последнего дыхания крестить должен настоящий неотлученный за грехи священник не сектант и не еретик это есть вход церкви святую православную филипписом 25 ибо вас должны быть те же чувствования какие во христе иисусе